Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я одинокий отец, я живу с дочерью, ей 20 лет, учится в университете. Я не очень разговорчивый и не разговаривал с дочерью. Последнее время дочь гуляет с друзьями, приезжает домой поздно. Днём спит, ночью делает уроки. Как сказать дочери, чтобы она не гуляла по поздней ночи, и вообще как бы воспитать её, чтобы она была счастлива. Иногда она употребляет алкоголь. Один раз в непрерывном виде возила машину, милиция даже остановила. Ну, наверное, полиция, потому что милиции уже нет. Как ей объяснить, чтобы она никогда не употребляла алкоголь? Я думаю, что два основных здесь есть момента. Первый момент, это то, что вы не разговариваете с своей дочерью. Разговаривать с дочерью необходимо. Не только для неё, но и для себя, вам для себя это необходимо. Разговаривая с дочерью, вы могли бы быть в курсе того, что её беспокоит, того, что её волнует. Могли бы дать какую-то свою обратную связь, где-то поддержать её, где-то выразить своё мнение и так далее. В первую очередь необходимо налаживать коммуникацию. Если вам сложно это делать, если вам сложно разговаривать, то, соответственно, нужно учиться это делать. нужно раскрепощаться, учиться выражать свои мысли, свои желания, свои чувства и работать над факторами, которые это блокирует. Стеснение, стыд, зажатость какую-то и так далее. Дальше. Ваши опрессии понятны. И я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, как воспитать её, чтобы она была счастлива, так вот, между воспитанием и счастьем, на самом деле, прямой связи нет. То есть, можно, в принципе, хорошо воспитать человека, но при этом он не будет счастлив. И, напротив, можно не воспитывать человека в привычном смысле этого слова, и он, в принципе, будет тоже счастлив. Мне кажется, что счастье ребёнка зависит от счастья его родителя. То есть, если вы хотите, чтобы ребёнок был счастлив, вам нужно самому быть счастливым. То есть, самому найти себя и самому демонстрировать у дочери, как это здорово, когда ты счастлив и когда у тебя, в принципе, всё хорошо. Если вы этого не делаете, то, соответственно, дочь этого тоже не сделает. Воспитание не ведёт человека к этому. Вот. Поэтому тут вот нужно, конечно, вам в первую очередь обратить внимание на себя. Дальше. Я не очень понял, что такого плохого делает ваша дочь, что вы не хотите, чтобы она гуляла допоздна. Ей 20 лет, она взрослый человек, может это делать. Что касается алкоголя, то, опять же, ситуация здесь такова, что, ну, чтоб вы сейчас не сказали, да, дочери запретить алкоголь, употреблять вы не можете. Естественно, в ощущении внедрежном виде это не очень хорошо. Но это свидетельствует о наличии у неё определённых проблем. Поэтому вы можете, начав работу с психологом, да, предложить ей тоже начать эту же самую работу. Возможно даже вместе обратиться к психологу и вместе провести сеанс для того, чтобы лучше понять друг друга. Вот. Но придётся, конечно, поговорить. Придётся поговорить в том числе и вам. Поэтому будьте, пожалуйста, к этому готовы. Я бы не рассматривал какие-либо запреты, вот, как эффективное средство для достижения какой-то цели по отношению к вашему ребёнку, в контексте вашего ребёнка. Вот. Поэтому как-то так, я думаю. В целом из вашего текста как-то получается, что мы лучше знаем, как взаимодействовать с вашей уже взрослой дочерью. Это не так. Мы не знаем, как взаимодействовать с вашей взрослой дочерью. Вы знаете её лучше. Поэтому разберётесь в себе. Можете помочь своей дочери, точнее сделать для неё то, что можете. Но вообще-то говоря, дочери вашей уже пора жить отдельно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Удачи. 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 Удачи.